МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, это программа «Я так думаю». Меня зовут Марина Клинкова. А в гостях у нас сегодня Ирина Прохорова, редактор, издатель журнала «Новое литературное обозрение», телеведущая, член Федерального комитета партии «Гражданская платформа», ну и сестра российского бизнесмена-политика Михаила Прохорова. Я вас приветствую в нашей студии, рада видеть. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Ирина Дмитриевна, ну, вы, наверное, впервые в Волгограде, и все же проехавшись от аэропорта по нашим дорогам, сложилось какое-то впечатление о городе? Представляете, ну, вообще-то, глаз туриста, он всегда поверхностно, но особенно, если только едешь из аэропорта к вам в гости, трудно составить какое-то общее мнение. Но скажу честно, сам факт, что, прилетев из холодной Москвы в такой теплой, прекрасной погоду сюда, уже настраиваешься на позитив. А когда самолет снижался, я любовалась Волгой, и вообще сразу как-то стали вспоминаться какие-то песни, фильмы. В общем, я настроилась на лирический лад. Ну, а как насчет климата такого социального, может быть, культурного? Наверняка перед приездом в Волгоградскую область вы изучили ситуацию. Вы знаете, ну да, кое-что я почитала, постаралась узнать, но честно скажу, что я не могу сказать, что я чему-то невероятно удивилась. Занимаюсь не только издательским делом, но и будучи соучредителем фонда Михаила Прохорова, и мы работаем в Красноярском крае и в ряде других регионах. В общем, мне кажется, что ситуация более-менее напоминает, к сожалению, ситуацию во всей стране. Наверное, есть какие-то нюансы знать, которые может человек, живущий здесь, но в общем, наверное, количество проблем, которые стоят перед городом, ну, приблизительно такое же, как и в других городах, как и вообще во всей стране. И включая, кстати, Москву, которая многим кажется заповедным раем, а на самом деле проблем там выше крыши. Ну, а что касается цели вашего визита, может быть, что-то готово изменить как раз в этой ситуации? Вы знаете, ну, я бы сказала так, наша культура такая радикальная, что у нас как бы такой, или надежда на чудо, то, что при этом человеке сказал, и все сразу приземлилось. Либо, мы говорим, полная безнадюга, ничего сделать нельзя. Я очень надеюсь, что хотя бы краткое знакомство с городом даст мне новые впечатления, новых каких-то интересных людей, знакомых, и что можно будет налаживать культурную связь, какую-то общественную связь, и совместную усилим и пытаться что-то изменить в городе. Я очень на это надеюсь, и я надеюсь, что вот надвигающиеся выборы все-таки что-то сдвинут и в сознании самих жителей Волгограда, и, может быть, в какой-то политической ситуации. Очень бы хотелось на это надеяться. А вот те люди, приверженцы партии гражданской платформы, в Волгограде, они кто? Вы знаете, ну, они горожане. Они граждане, да. Потому что граждане нашей страны, и граждане, и люди очень серьезные, уважаемые. И большинство своего вообще-то культурные люди. Знаете, когда я говорю о культуре, у нас какое-то... Культуре всегда такое отношение, знаете, покровительственное, небрежное. Ну, вот это, вы знаете, культурка здесь какая-то. Я говорю прежде всего о гражданском сознании, которое есть часть культуры. Это люди неравнодушные. Большинство из них – это прекрасные специалисты. И вообще люди, желающие действительно, чтобы город жил. И люди, ну, не выживали, а чтобы они жили. Полноценно жили. Я думаю, это и есть главная проблема каждого города, включая, думаю, Волгоград. Продолжая разговор о неравнодушных людях. Дело в том, что у нас в последнее время очень часто выходят люди на одиночные пикеты. Иногда даже планируют свои митинги на Мамаевом кургане. Вот это что? Такая гражданская зрелость волгоградцев? Или у людей просто не осталось других способов бороться за свои права? Вы знаете, ну, я бы сказала так. На фоне вообще трехожной ситуации в стране, я полагаю, в Волгограде, для меня это очень позитивные вещи. Это означает, что вот эти сложные 20 лет новой жизни, я понимаю, что для города они были очень драматические. Тем не менее, в людях воспитали какую-то гражданскую ответственность. И даже не будучи в городе, то, что могла прочитать, я могу видеть, с какой болью жители говорят и пишут о том, что происходит в их родном городе. Вот это желание людей высказаться, я считаю, что это вообще-то неотъемлемое право. Граждан. У нас вроде бы как в Конституции это записано, что имеет право выражать свое мнение, в том числе и путем публичных каких-то акций и демонстраций. Конечно, это не единственный способ. Но если у людей отнимается эта возможность, это уже полная катастрофа. Знаете, с другой стороны, а каким образом, каким образом жители города могут донести до власти свои мнения? Это через прессу, через СМИ, если они еще существуют хотя бы в независимом режиме или относительно независимом режиме. Это в том числе и открытые выступления, как демонстрации, пикеты, все что угодно. Знаете, удивительно, что мы настолько сами приняли правила игры. Я бы сказала, такой ненемократического толка. Что нас это изумляет. Ну надо же, вышли на демонстрацию. Но вообще-то это должна быть, это рутина. Это нормальная жизнь гражданского общества. Но постойте, ведь это сейчас уголовно наказуемо, если мы так. Нет, знаете, уголовно наказуемо, как у нас любят, несанкционированные митинги. Хотя, на самом деле, несанкционированные вообще порочные. Несогласованные, надо говорить. А не санкционированные властью, это не митинги, это пародия и фарс, на самом деле. Но прекрасно знаем, знаю по Москве, с каким трудом пробивали себя граждане Москвы, возможность открыто выходить на улицы и выражать свое мнение. Так что я считаю, что это всячески надо поддерживать, и гражданам надо бороться за возможность высказывать прямо свои претензии власти. Иначе, простите, это вот все выборы прощаются в полный фарс и анекдот. Если нету связи между властью и обществом, которое может предъявить претензии, пожелания и требования, тогда вся остальная процедура – это трата денег, времени. И непонятно, зачем все это нужно. У нас, кстати, совершенно невероятная вещь происходит в Волгограде по поводу открепительного удостоверения. Уже разразился большой скандал, 15 тысяч открепительных выдано. Неизвестно, сколько на самом деле ушло, я так выражусь, налево. Вот как вы считаете, можно ли все-таки сделать в Российской Федерации честные выборы в отдельно взятом регионе, в Волгоградской области? Вы знаете, ну, все возможно. Я в данном случае не пессимист. Но, опять же, здесь требуется большая консолидация самого общества, самих горожан. И не даром, например, прошедшие президентские выборы, ведь какое количество наблюдателей, так сказать, вот, да, сами пришли, и это были волонтеры, которые пытались противостоять фальсификациям. И не то, чтобы они смогли это стопроцентно сделать. И тем не менее, я думаю, что это сильно уменьшило возможности просто откровенно дискредитируя систему выборов. И чем сплоченнее объединения будут граждане, и чем больше они будут следить за этим, тем меньше будет возможности устраивать вот такие безобразия. Уже замечательный тот факт, что это всплыло на поверхность, что уже есть публичный скандал. А это и есть возможность воздействовать на корруппированную власть. А вот те люди, которые сейчас состоят в гражданской платформе в Волгограде, что конкретно они готовы привнести на благо жителей региона? Вы знаете, но я хочу заметить, что гражданская платформа, в отличие от многих других партий, я сейчас не собираюсь хаять всех остальных, ведь много времени работает над серьезной стратегической программой развития и отдельных регионов, и страны в целом. И есть очень серьезная программа по ЖКХ, по культуре, по экологии. И это бы заняло не один час разговоров. В общем, есть сайт партии, на который можно найти и прочитать. Проблема в обществе в том, что, к сожалению, до сих пор, пока люди у нас не очень привыкли читать программы предвыборные и слушать внимательно, что говорят кандидаты. До сих пор мы, так сказать, голосуем, так сказать, сердцем, эмоциями. Вот вышел... Нет, вы знаете, это неплохо, но тем не менее, понимаете, как вот вышел какой-нибудь клоун, откинул коленца, все посмеялись, говорили, ой, мужик отличный. Все-таки, мне кажется, гражданское воспитание и культура, в широком смысле слова, это не только отдавать дань харизматичности лидера. Лидер должен быть харизматичным. Опять же, харизма может быть разная. Есть харизма Жириновского, который всех обплевал и полный восторг. Есть же и другой тип харизмы. Умного, здравомыслящего, взвешенного человека, который ответственно говорит о тех проблемах, которые есть, и предлагает реальные пути воздействия на ситуацию. В данном случае, вот когда они научатся внимательно слушать, что обещают, что обещают обычно золотые горы? Вот мы сейчас придем, и вам сейчас в три дня порядок. Мы все взрослые люди, мы понимаем, что не может быть в два дня порядок. Никто не спрашивает очень серьезно, а какие способы вы наведете этот порядок? Вы всем сейчас наобещаете тысячи гор и так далее. А где вы деньги на это возьмете? За счет кого это все будет делаться? Вот мне кажется, что помимо некоторой консолидации общества, еще требуется вот такое углубление, может быть, политической создательности. То есть внимательно читать и разбирать, что пишут. А вот тогда, может быть, мы действительно сможем легче находить и нужных кандидатов, и продвигать их, защищать их. Но, понимаете, я бы сказала так, опять, не будем все время плевать себе в лицо и говорить, что мы такие-сяки. Это очень долгий процесс, этому долго надо учиться. Так что у нас все впереди, и давайте пытаться, в общем, самосовершенствовать. Как преломить русскую авось и, в принципе, надежду на какое-то на чудо, ведь действительно какое-то внутреннее состояние, оно должно меняться. Вы знаете, ну, я бы сказала, вокруг нашей страны и культуры истории такое количество порочных мифологий, что, кажется, мы все в них запутались. И у нас, опять же, такой крен. Либо мы начинаем взлотить цепи и начинаем вспоминать прекрасное прошлого, которого вообще-то и не было, по большому счету. Либо просто говорить, вот, ни на что не годны такие сики-расяки. Но вообще-то это не так. Не то не так, не это не так. Вообще, если посмотреть, я в данном случае могу серьезно судить о ситуации последних 20-летий, я могу судить в сфере культуры и образования. Вообще-то сделано очень много людьми, вопреки всему. Есть огромное количество активных, талантливых людей, которые, я знаю, с кровью пробивали какие-то институции, какие-то инициативы. Проблема в другом. Что, как ни странно, общество это не замечает, не ценит. И до сих пор по-прежнему считает, что вот что-то должны сверху им спустить, положить в ротик, да, вот это вот настоящее. Может быть, есть смысл не говорить о том, что у нас там авось и все ленивые. Это не так. Огромное количество неленивых людей. А может быть, оптику надо сменить. Надо сменить представление о приоритетах. Вот чем, мне кажется, отличается кардинально гражданская платформа, что она ставит человека в центр. Не геополитические фантазии, не дутое величие, там, знаете, Коста-Рика с ракетами, пусть мы все боятся, а идея того, что процветание страны – это процветание гражданина. И его инициатива, этого гражданина, важнее всего. Вот если мы будем с этой точки зрения смотреть, мы увидим такое количество позитивных вещей, такое количество замечательных инициатив, которыми действительно можно гордиться. А так, нам кажется, гордиться нечем, давайте изобретать снова какие-то легенды и мифы. А от того, что мы этих людей не замечаем инициативы, люди уезжают. А потом мы говорим, о, мы одухотворили всю Европу, а вот мы ставим памятник зворы кино, изобретателю телевидения. Но мы так немножко забываем, что он его изобрел, это телевидение уже в Америке. Он был мигрантом. Вот, знаете как, вот, мне кажется, вот здесь есть главная проблема. Это научиться ценить, научиться ценить талантливых инициативных людей и всячески им помогать, и находить средства для их помощи. Действительно, чтобы воспитать в себе, видимо, какую-то гражданскую ответственность, в первую очередь должен быть человек социально благополучен, по крайней мере, не заботиться о том, что завтра его ребенок будет кушать. Вот социальная ситуация в регионах Российской Федерации, в Волгограде в частности, какая нам видится в будущем? Что нужно переломить в первую очередь? Я не знаю. Есть подозрение, что все-таки проблема голода сейчас не стоит в стране. Вот так остро, да? Скорее того, раздевражение. Да, видите, голод вообще-то был во время советской власти несколько раз ужасный. Мы знаем 30-е годы, и не только на Украине голодомор. А в Поволжье страшный голод был. Был и послевоенный страшный голод. Вообще вечная нехватка и карточная система до конца советской власти. Вот если мы говорим, так сказать, уже прямо, да, это как раз не нынешняя ситуация. Но, разумеется, и это уже хорошо, по крайней мере. Но понятно, что не хлебом единым жив человек, хотя человек в высшей сытости, когда он сыт, это известно. Но без какой-то перспективы, без какой-то надежды люди, конечно, не могут жить. Они не могут выстраивать свой личный сценарий, если они не видят никакой перспективы для страны. И, знаете, я хочу сказать следующее. То, что я начинаю наблюдать, это все-таки самоорганизация людей. Ну вот, насколько я знаю, что в Волгограде одна из самых плачевных ситуаций с властью. Ее как бы вообще-то нет. Да, так идет чахарда губернаторов, мэров и так далее. Встает вопрос, а как вообще люди продолжают существовать? Значит, возможно, если мы пытаемся найти что-то позитивное в самом ужасном, значит, возможно, существуют какие-то механизмы самоорганизации общества, которые умеют без всякой какой-то власти налаживать жизнь. А не изучить ли нам эту ситуацию, не попробовать действительно, чтобы самоуправление местное начало развиваться. Если мы говорим о какой-то картине мира, о перспективе для наших детей, то, понимаете, мы перспективу всегда ведь видим, опять же, такую имперскую государственную. Вот вы нам покажите, что мы лучше всех на свете, самая великая страна, а если нет, то вообще и трава не растет. А мне кажется, здесь должна быть другая вещь. Даже если наша страна и не самая первая, и так далее, мы все равно ее любим. Это наша культура, это наша жизнь. И в конце концов, опять же, величие страны – это благополучие ее граждан. Не только материальные. Это творческая, это самореализация. И для того, чтобы люди оставались в городе, для того, чтобы они креативили, нужно создавать им систему поддержки. Это не только обязательно государственная поддержка. Это фонды местных сообществ. Это могут быть общественные фонды, частные фонды. И честно вам скажу, в следующем году фонду Михаила Прохора будет 10 лет. И мы работаем, поддерживаем культуру в российских регионах. Есть еще одна сторона вопроса, что и самим обществом до сих пор мало ценится частная поддержка инициативы. Все равно до сих пор традиционно считается, что государственная поддержка – это правильная поддержка. А вот частная поддержка – ну что-то здесь не то. Не совсем стабильно. Не совсем не то, чтобы не совсем стабильно. А это все равно что-то не то. Приходится брать деньги у каких-то частных спонсоров. Сомнительные. Вот понимаете, у нас от предыдущей нашей жизни, я не хочу хаять в прошлое, да, осталось целый ряд вот таких предрассудков. Это невероятная вера в государство, которое обязано нам все и может все сделать. Что не так, что невозможно в государстве в современном мире решать все. И не веря в собственные силы. И опять же я хочу возвратиться к этому, что, конечно, этот процесс гражданского воспитания – это общее повышение культуры, не только чтения книг, а понимание себя в мире и выстраивание приоритетов. Но мне кажется, что если объединяться, и культурное сообщество на местах должно объединяться вместе и пытаться вот эту новую систему этических координат, эстетических, как-то внедрять в общество. Благотворительному фонду Михаила Прохорова 10 лет. Когда же он появится в Волгограде, когда начнет здесь свою работу? Вы знаете, что вообще фонд изначально работает в Красноярском крае, это такой опорный пункт. И какую-то часть конкурсов мы распространяем в другие регионы. Посмотрим, может быть, в будущем завяжутся какие-то связи и с Волгоградом тоже. Но во всяком случае, я могу вам сказать честно, вот когда я стала издателем в начале 90-х годов, а потом и стала управлять фондами моего брата, я вам скажу честно, что я никогда не была пессимистом, но мое отношение к российскому обществу изменилось очень сильно и в лучшую сторону. Наше общество лучше, чем оно само о себе думает. И не веря в свои силы, это знаете, как в сказках о богатыре, пока он не почувствовал свою собственную силу, он кажется себя беспомощным. И вот это самоорганизация людей, понимание, как важны горизонтальные связи, как, возможно, выстраивать свою жизнь, не путем все время зова «дай, дай» или там, так сказать, «вот, батюшка, мы на тебя надеемся», а путем понимания своих прав, предъявления власти, контроля над властью. Вот это все возможно. Мне кажется, общество должно осознать свои возможности и силы. Российское общество лучше, чем оно само о себе думает. Ирина Прохорова, я вас благодарю. Спасибо, что вы пришли сегодня к нам в гости. Спасибо вам за приглашение. До свидания. Это была программа «Я так думаю». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова